По заболеваемости коронавирусной инфекцией регион находится в зеленой зоне. Благодаря своевременно введенным ограничениям, заболеваемость COVID-19 по сравнению с январем месяцем снизилась в 4,5 раза. Сегодня ежедневно регистрируется около 40 случаев. Снижение числа заболевших позволили принять меры по смягчению карантина. Однако, по словам специалистов, населению не стоит забывать о том, что благополучие зависит от осознанности самих граждан и соблюдения ими мер профилактики. В Европе в настоящее время идет значительный рост заболеваемости, появились новые мутации коронавирусной инфекции, проводятся ограничительные мероприятия, запрещается выезд, передвижение населения, что, конечно, вызывает определенное недовольство среди жителей европейских стран. Не минула сия участь и нашу республику. У нас отмечается рост заболеваемости в городе Нур-Султан и в городе Алматы. Чтобы не допустить такого печального последствия и в нашей области, я обращаюсь к вам с просьбой соблюдать те ограничения, которые на сегодняшний день имеются. Это, в общем-то, необходимые меры для проведения профилактических мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции. И эти ограничения вы все отлично знаете. В первую очередь, это соблюдение масочного режима. Мы сейчас сталкиваемся, что многие люди на фоне мнимого благополучия расслабились и не используют маски. Особенно в общественном транспорте, на объектах торговли, в других общественных местах. Это недопустимо. Необходимо также соблюдать социальную дистанцию. Потому что в очередях мы тоже видим, что, допустим, на почте, в магазинах социальная дистанция зачастую нарушается. Это также создает риск распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией. Кроме того, я хотел обратиться к вам с просьбой. В случае возникновения первых признаков заболеваемости острыми вирусными инфекциями, не выходя на работу, вызывать на надом участкового врача для проведения первичного обследования с целью недопущения возможности распространения коронавирусной инфекции уже на рабочих местах. Все эти несложные и повседневные меры помогут вам и вашим близким избежать заболеваемости данной инфекцией. А также может послужить тому, что наша область будет находиться в зеленой благополучной зоне.